Что за высокомерие? Ильюр Ярхамов, я вашу биографию не знаю, но я знаю, что вы блогер, и часто выступаете с теми, кто против нагайского народа, за его культуру, историю и язык. Например, Сисхаков, который утверждает, что нагайцев, пашкири нет, это татары. Кто называет нагайцев трусами? Очень незавидное положение, Ильюр, у вас как блогера. Да чёрт с ним! Таких вы поддерживаете. Но вот видео, которое я слушал, астраханские нагайцы, искусственный этноконструкт, созданный против татарей Сыр, это же ваше произведение. Вы что, Ильюр, крупный историк, доктор наук, выдающийся руководитель, живший в те времена в Астрахани? Что за пренебрежительные отношения? Даже в высокомерии, прошедшим в Тереклимактебе в Республике Дагестан международному круглому столу нагайский культурно-исторический контиум, как неотъемлемая часть общаристической идентичности. Вы что, думаете, эти историки-учёные гулять приехали, что ли, оставить свои дела, семью, приехали на курорт в Дагестан и случайно собрались на собрание по такому важному вопросу о присвоении некоторым братьям, кавычках, культурно-исторические прошлого нагайского народа. Ильнур, вам, наверное, допустимо такое высокомерие. Вы же сын более 5-миллионного татарского народа, а мы нагайцы, букашки, 100 тысяч, по-вашему, которого астраханских нагоев в Российской империи и на заре эстре не было. А вы знаете, что в 1991 году, шестидесятую лету нагайской орды, в этом Тереклимактебе прошла всесоюзная конференция, были крупные ученые России, СССР и многих зарубежных стран в районе. Не в Москве, не в Махачкале. Тереклимактеб — это место всех нагайцев России. Кого не было в астраханской губернии, это в первую очередь татаров сегодняшних. Я не историк, но напомню вам некоторые исторические данные, взятые из книги на следе татар. Немецкий посол Адам Ала-Ари в 1603-1671 годах оставил много сведений о татарах астраханских, казанских, черкесских, косимовских, крымских, нагайских, потому что для Европы Русь, Кавказ, Средняя Азия, Ближний Восток до Китая были татары. Не нагайцы входили в казанские ханства, не татарские ханства. Не путай, Ильнур, не казахское ханство, а казанское и казахское ханство входило в Ногайскую Орду. И мы все входили в Российскую империю, ПССР и Россию. Мы не претендуем же то, что было создано во время, и не пишем в свою историю. А почему живая на Ногайской Орде некоторые должны претендовать на наше культурно-историческое наследие? Вы говорите, что у вас в Российской империи и на заре Астраханский Ногайс не был. Откуда же быть во время царствования Петра I начала устанавливаться в России традиция назвать все сульманские народы татарами? Это произошло, потому что западноевропейские ученые, которых Петра I по множеству пригласил созданную им Академию наук, назвали все восточные народы татарами, в том числе и русских. И последующие цари, императоры не питали Ногайцам хорошие отношения. После геносида и переезда в другие страны и Ногайцев писали, что Ногайский вопрос решен окончательно и бесповоротно. Как думаете, после этого Российская империя будет повысать рост численность Ногайцев? Я не хочу писать, кто такие в прошлом татары, где жили. В 19 веке, в начале 20 века татар в России не было. Татар, как отдельного народа, не существует, свидетельствует энциклопедический словарь Бракхауза и Эфрона из-за 1907 не буду останавливаться, как появился татарский народ. Спросите у своих болгар, у своих болгар, и что они говорят? Вы не знаете, что ли? Конечно, знаете. На заре Советского Союза, приписав много народа в татары, была организована татарская эстер, в том числе и астраханских Ногайцев. О языке астраханских Ногайцев вы несете какой-то бред. Да вы послушайте исповедь Паскаку, который рассказал, как он предложил провидцию изучать в астраханских область Ногайцев татарский литературный язык. В Дагестане кумыгский язык и так далее. Эльнур, от вас и от пахнет пахнет татаризмом. Кроме вас никто не шельмует Ногайцев. Почему крупные татарские ученые не говорят об этом? И наконец, если татары и казахи начала прошлого века были мало, сегодня осталось 5 миллионов, а казахов 19 миллионов, а Ногайцев 100 тысяч. Но переехали в другие государства более 200 лет назад 1 миллион 100 тысяч. Как может от нас Ногайцев быть в мире еще 5 миллионов? Наша история и культура зафиксирована на мировом масштабе. Не забывайте об этом. Правда всегда восторженствует. И последнее, чтобы не говорить об Ильдар Эдрисуэ. это обернется против вас от он знает куда идет, чем живет, кого, чего поддерживать. Он патриот Ногайского народа и Астраханских Ногайцев. Хочу вернуться за главу видео Астраханских Ногайцев искусственных этноконструкций созданных против Татар СССР. А может это наоборот. Татарский народ никогда не был на заре Эстер и вперед Эстер. Это был титулный народ. Эстер создал Татарский Эстер мощную, тяжелую и легкую промышленность, поднял культуру, здравоохраненный язык. Все генсеки партии и после президента Эстер были на ты с Татарстаном. При Ментимере Шаймиеве мы знаем, как развивался Татарстан. Ильнур, не занимайся обманом. При президенте Владимира Владимировича Путина у президента Шаймиева были очень хорошие отношения. Может сегодня изменилось, это уже другая тема. Давайте закончим, как говорят казахи, вы не татары, а нагайцы. Продолжение следует...